This conference will now be recorded. Друзья учебного центра «Специалист», я работаю преподавателем по бухгалтерскому учету налогообложения программным продуктом 1С в учебном центре «Специалист». На днях 10-го числа, 10-го ноября нашему учебному центру исполнился 31 год. Вот, так что, такие дела. Коллеги, ознакомьтесь дополнительно, потом сами, если это будет нужно. Все, конечно же, вы об этом знаете с нашими гарантиями и, наверное, приступим непосредственно к земельному налогу. Когда-то мы представляли декларации по авансам по земельному налогу, декларации по самому земельному налогу, но с отчетности за 2020 год это отменено. Федеральная налоговая служба уже давно подумает о том, чтобы нас вообще не обременять никакими отчетными формами, хочет считать все сама. И вот в части земельного долога она этого уровня уже достигла. Есть у нас с вами Росреестр, в котором мы регистрируем земельные участки. И коль наши земельные участки зарегистрированы, значит, Федеральная налоговая служба знает и дату регистрации, и тот земельный участок, который у нас есть, кадастровый номер и кадастровая стоимость, но, видимо, в состоянии сами произвести расчет нашего налога. Если вдруг у нас есть какие-то с вами льготы, то предварительно нужно представить уведомление в налоговый орган об этой льготе. И, получив сообщение от налогового органа об исчисленном налоге, можно будет свериться, хотя, конечно же, мы сами его тоже будем рассчитывать. Срок уплаты самого налога не позднее 1 марта, а вот уплата авансов платежей не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчетные периоды первый квартал, второй квартал, третий квартал, налоговый период, календарный год. Налогоплательщики – это такие организации, которые владеют землей на праве собственности, постоянного бессрочного пользования, включая организации на специальных режимах налогообложения. У них нет никаких льгот в части земельного налога. Только зарегистрированный земельный участок является объектом налогообложения по земельному налогу. Налоговая база рассчитывается как кадастровая стоимость земельного участка на 1 января. И определяется она не чаще, чем 1 раз в 3 года для участков, которые находятся в городах федерального значения. Это у нас с вами Севастополь, Санкт-Петербург, Москва. А для всех остальных участков не чаще, чем 1 раз в 5 лет. Налоговые ставки установлены налоговым кодексом, но мы их с вами без труда можем посмотреть. Вот сейчас, да, хочу прям пройти по ссылочке, слайды у вас будут потом выложены, покажу, где посмотреть. Хотя это все у нас с вами классическое общение, вы, наверное, уже знаете. Я зашла по гиперссылочке на налог.ру, меня автоматически в регион 77 направили. И я обращаю ваше внимание, вот на те сервисы, которые расположены пониже, я сейчас буду кликать на кнопочку справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. Мы здесь с вами выбираем интересующий нас сегодня земельный налог. Мы можем выбрать налоговый период, но пусть это будет 22-й год. И даже несмотря на то, что я, да, нахожусь здесь сейчас, ну, криво выделила, в 77-м регионе, все равно я могу, конечно же, что-то другое для себя выбрать. Ну, если вдруг работаю в какой-то другой местности или имею земельный участок не по регистрации организации. Так, нажала найти, выхожу на информацию о законе, законе города Москвы, у которого номер 74, дата документа аж 2004 год. Но мы видим, да, здесь последняя редакция была 11 ноября 2020 года. Вот уже нажатием на гиперссылочку подробнее я могу увидеть, да, как раз и то, когда мы с вами уплачиваем. Коллеги, ну, видимо, да, здесь какая-то у нас с вами ошибочка стоит. Тем не менее, последнее число месяца, следующего за отчетным кварталом, четвертое, на пятое с учетом переноса, здесь, конечно же, на первое, на третье у нас с вами должно быть, бывают такие очепятки. И вот уже опускаюсь ниже, можем, да, опять-таки выбрать, кто мы, юридическое лицо, физическое лицо, ознакомиться с ставками налога, исходя из категории земель. Можем посмотреть, если наша организация имеет право на какие-то льготы, да, если есть они местные льготы, если есть федеральные льготы. Вот уже исходя из этого, имея, конечно же, перед собой регистрационные данные по нашему участку, мы с вами будем рассчитывать земельный налог. Сумма налога, это налоговая база умноженная налоговую ставку, возможно, да, у вас не полностью вам принадлежит участок, значит, вы будете умножать на долю собственности и на коэффициент владения. Коэффициент владения – это классический, да, коэффициент для всех имущественных налогов. Если мы с вами купили, поставили, да, участок не с начала года, то и платить будем не за целый год. Вот в нашем примере мы участок с вами зарегистрируем в марте, и как раз галочками сейчас отмечены те месяцы, которые мы с вами будем в расчет брать. Ну и исходя из того, что в году у нас с вами 12 месяцев, 10-12 именно по такому коэффициенту владения будет исчисляться и уплачиваться сам налог. Ну вот в данном случае у меня на целых 8330-ти тысячных получилось. Как мы будем определять, какой месяц берем в расчет, какой месяц не берем в расчет. Правило 15-го числа, это я так его обозвала, конечно же, немножечко по-другому указано в налоговом кодексе. Вот на примере месяца января я разбираю, обведено у меня 15-е число, то есть что мы с вами 15-го числа, владеем участком или нет. Представьте себе, что мы поставили 15-го числа участок на учет, значит, этот месяц мы берем в расчет. Соответственно, владеем участком с 15-го, ну вот как бы вот этот весь период, январь в расчет возьмем. Если мы с вами сняли после 15-го, то есть 16-го участка у нас уже нет, значит, мы владели с вами 15-м числом, да, вот тоже возьмем этот с вами месяц в расчет. То есть 15-го числа владеем, значит, этот месяц у нас учитывается. Коллеги, перед вами такой скриншотик из программного продукта 1С, я сейчас тоже и там все покажу. То есть если мы с вами переходим в настройки учет, учетной политики по налоговому учету, главные настройки налоги и отчеты, это такой путь к этой настройке, то в разделе земельный налог мы с вами последовательно сначала регистрируем земельный участок, дальше отражаем, уплачиваем авансовые платежи или не уплачиваем. Но коль мы, да, все-таки будем говорить, что мы в Москве, только что посмотрели, что Москва уплачивает авансовые платежи, значит, обязательно поставим там флажок. И выберем способ отражения расходов. То есть это как раз задача увидеть наши затраты в бухгалтерском учете, увидеть наши расходы в налоговом учете, которые формируют там либо расходы там в части управленческих, управленческих расходов, в части производственных, или может быть вообще решим, что это будут у нас прочие расходы на 91-м счете отразить. Примерчик мы с вами такой разберем, приобретем земельный участок в марте, в начале марта, даже 4 марта, вот как вы видите, у нас уже подписано к приемке передачи и земельный участок принят к учету в качестве объекта основного средства. Подали документы на регистрацию права, соответственно, наверное, видимо, заплатили мы с вами государственную пошлину, которая единая, да, на территории Российской Федерации, там, 22 тысячи. И право собственности зарегистрировали в 15-го. Но, наверное, знаете так, вот тут опять-таки мы с вами посмотрим, как работает программа. Я хочу 15-го первоначально зарегистрировать, 19-го, да, зарегистрировать право собственности, потом изменим на 15-е. Просто посмотрим, что программа это все умеет, понимает, и коэффициент владения, она рассчитывает самостоятельно. Земельный участок будет использоваться в производственной деятельности. Нам это нужно знать для того, чтобы как раз отразить правильный затратный счет. И такие другие данные, да, нашего земельного участка. Есть кадастровая стоимость, категория земель и прочее, ставка налога 1,5-1,5% и кадастровый номер. Ну, льгот у нас с вами не будет. Так, сейчас, наверное, покажу, что у меня в программе для нашего мастер-касса приготовлено, а дальше мы с вами посмотрим, каким образом как раз рассчитываются платежи по налогу на имущество, как авансовые, так и за год. Коллеги, я в журнале операций сделала себе маркер в поле комментарий земля, для того, чтобы все операции, которые нам сегодня с вами будут необходимы, были под рукой. И, соответственно, перед вами все те документы. Может быть, да, попробую сейчас чуточку покрупнее сделать. Вот так вот, да. Ну, что? Счет от поставщика. Зарегистрировала счет от поставщика. Это, опять-таки, механизм программы. Без счетов от поставщика я не работаю, но никто не запрещает мне на основании того договора, который у меня заключен, просто зарегистрировать такой документ, который, опять-таки, будет помогать мне в программе. Может быть, да, вот я сейчас пройду в покупке счета от поставщиков. Если я, может быть, да, посмотрю на этот механизм, именно здесь у меня счет зарегистрирован, то я легко могу регулировать, особенно это надо начинающим практикам в бухгалтерском и налоговом учете. Что оплачено, что получено, что не оплачено, что не получено. Может быть, да, какие-то там, соответственно, сделаю себе дополнительные настройки в виде там, ну, это так уж не по мастер-классу, сейчас что-то родилось у меня, да, еще настроить список. Может быть, покажите мне, пожалуйста, отбор. А что вот не поступило, да, что у нас с вами не получено. Или получено частично, да, то есть я, если я равно выбираю, то будут все неполученные, а может быть, я вот выберу в списке и неполучено, и частично получено, да, или, может быть, выбрала бы неравно получено. Ну, это так уже, немножечко отступление. Значит, зарегистрировала счет в номенклатуре. В номенклатуре элемент справочника номенклатура. Еще пока не земельный участок, то есть это у нас с вами номенклатура, который, в общем-то, и товар может быть, да, если мы захотим его потом реализовать. Так, зарегистрировала. Дальше подготовила платежное поручение. Опять-таки, да, все это можно было бы сделать и создать на основании счета платежного поручения. Вот платежное поручение у меня в программе есть. Ну, наверное, без труда тоже вы его можете сделать самостоятельно. Списание с расчетного счета также зарегистрировано, так как еще пока не было никаких других операций с этим поставщиком по этому договору, то, наверное, программа выберет сейчас именно отражение авансового платежа. Коллеги, дальше я отражаю поступление. Ну, поступление непростое, да, несмотря на то, что здесь стоит поступление акт накладной ОПД. Это специальный документ для отражения регистрации земельных участков. Вот вы видите, называется он «Приобретение земельных участков». Без труда вы его найдете в разделе «Основные средства, нематериальные активы». Да, это не поступление основных средств, это именно «Приобретение земельных участков». Ну, наверное, на что мы здесь можем обратить внимание? Мы здесь обращаем внимание на то, что еще пока права в Росреестре мы не зарегистрировали. Видимо, сейчас, да, участок по акту к нам перешел, заплатим государственную пошлину, отнесем документы или, может быть, в электронном виде сейчас все это кто-то уже делает. И в этой связи, да, несмотря на то, что, посмотрите, пожалуйста, у нас с вами, если я раскрываю элемент основного средства, да, элемент справочника «Основное средство», мы с вами выбираем группу учета земельные участки, обязательно указываем, что это недвижимое имущество земельной участки является недвижимым имуществом. Вот мы видим, да, принято к учету, но это, опять-таки, от документа поступления идет. А тут у меня кадастровый номер спрятан для, опять-таки, там, дальнейшего практику, мы посмотрим. Вот здесь, опять-таки, тот счет, на который я хочу обратить внимание. 0108 – это счет, который говорит о объектах основных средств, права собственности, на которые еще пока не зарегистрированы. Ну, наверное, да, скоро сейчас будем регистрировать. По проводочкам приобретен объект, да, ну, тут прошел он через 01082, отражен объект от поставщика, произведен зачет аванса. Получил реквизиты из Росреестра, может быть, да, как правило, в мере юристы это все приносят, формируя платежное поручение на уплату государственной пошлины. Здесь есть один нюанс, да, несмотря на то, что мы с вами, как бы, уплачиваем пошлину, ведь обязательства все равно выбираем мы налог. Налог выбираем только для того, чтобы вот это вот поле с кодами назначения платежа для платежных поручений в бюджет и в небюджетные фонды стало активно. При списании с расчетного счета уже, ну, так программа красиво не сделает, но все-таки мы с вами должны перейти вот в эту гиперссылочку, и здесь как раз, ну, это рекомендация методологов 1С, 68 счет, 10 субсчет называется «Прочие налоги и сборы», то есть это не относится к тем налогам и сборам, которые программа автоматически рассчитывает, да, пошлины, она не умеет рассчитывать, это мы с вами как раз отражаем здесь. Вид налог на численный плач, он будет выставлен автоматически, а вот уровень бюджетов рекомендации методологов 1С как раз говорится о том, что выберите, пожалуйста, федеральный бюджет. Ну, и обращаю ваше внимание сейчас, наверное, да, на 68 счете, там, если мы с вами будем делать карточку, есть отражено дебетовое сальдо. Вот мы его с вами сейчас будем закрывать, закрываем мы его операцией, и если у нас госпошлина за регистрацию объекта земельного участка уплачивается до регистрации в Росреестре, тогда мы с вами как раз вот отражаем это в составе расходов. Есть опять-таки, да, такие моменты, когда мы с вами можем уплатить государственную пошлину до регистрации, но это крайне редко, да, без платежного упорчения у нас с вами документы просто не примут. Ну, наступило, допустим, давайте вот, не знаю, пусть 15 число так и останется, я там помню, да, что вам сказала, что 19-го тоже покажу. То есть вот эта, опять-таки, запись отражена операцией вручную, ввиду того, что мы с вами закрыли 0108, те, да, основные средства, которые подлежат государственной регистрации, перевели его уже в состав основных средств 0101, это основные средства в организации. Но есть один момент, когда мы с вами формируем операции ручного учета, когда мы их формируем, когда нет каких-либо специальных документов, ну, может быть, скоро будет, программа и методологи 1С на месте не стоят. Нам нужно все-таки вот эти вот отсутствующие регистры подтянуть. Вот сейчас что-то у меня мысль родилась, да, есть у меня прям то, каким образом отражаются эти операции, такой небольшой материал, я, наверное, вам тоже вот личный кабинет, где слайды выложены, подтяну. Здесь достаточно, да, то есть представьте себе, его нет, его нет, но есть кнопочка «Еще», по которой мы можем с вами большое количество регистров выбрать, ну, если вдруг они нужны. Вам здесь большого не нужно, нужен только один, называется, прям вот здесь, да, вы видите название этого регистра, опять-таки я сама это ни в коем случае придумать или догадаться до этого бы не могла, об этом, обо всем мне сказали методологи 1С. Вот как раз, да, регистр накопления, этот регистр у нас называется регистр сведений, и если вы посмотрите, то как раз у меня стоит флажочек на регистре счета бухгалтерского учета. Тут, опять-таки, да, зачем вот этот вот регистр мы задействовали? Наверное, да, закрою, не буду тут это все сохранять. Посмотрите, когда мы отражали поступление именно нашего земельного участка, ведь у нас чего только здесь не формируется, да, и где находится, и как начисляется амортизация, но она по земельным участкам по умолчанию у нас с вами не начисляется. Объекты такие считаются, что со временем не обесцениваются, поэтому, конечно же, на затраты они не списываются. И вот как раз последний наш регистр в этих списках, в этих вкладочках, это вот то, что регистр счетов бухгалтерского учета, это 0108, который указан в документе. Вот как раз мы этот регистр сейчас и перенесли, то есть 0108 закрыли, 0101 открыли. Коллеги, ну вот несмотря на то, что мы с вами сейчас просмотрели те операции, которые я уже по земельному участку отразила, для программы это еще ничего не значит, да, даже несмотря на то, что у нас с вами есть объект основного средства, у которого стоит флажок, что это недвижимое имущество, что это земельный участок. Вот я, наверное, сейчас, прежде чем буду отражать операции, покажу вам. Предварительно я уже выполнила закрытие месяца по март 2022 года, да, вот он, февраль у меня выполнен, а март, соответственно, не выполнен. В первом этапе закрытия месяца у нас с вами появляются гиперссылочки на те самые налоги, которые мы с вами должны исчислять. Вот здесь должен появиться у нас с вами обязательно земельный налог, когда он появится. Вот теперь перехожу, мы на слайдике тоже с вами видели, в настройке учетной политики по налоговому учету, главное, налоги и отчеты. Наступаю на, ага, не могу наступить на земельный налог, значит, буду разворачивать. Да, земельный налог развернула, и мы с вами последовательно должны пройти каждую из этих гиперссылочек. Регистрирую земельный участок, создаю именно регистрацию, выбираю из справочника основное средство наш земельный участок. Давайте попробуем увидеть, что программа понимает, что 15 числа мы не владели этим участком, потом поменяю, да. Значит, категория земель у нас с вами будут прочие земельные участки, КБК. Коллеги, кто будет впервые регистрировать земельный участок, кто будет впервые уплачивать земельный налог? Вот очень тяжело здесь будет разобраться, да, в каких границах ваш земельный участок находится. Вот мой первый земельный участок был приобретен в мытищах, и, конечно же, очень легко мы заплатили налог совсем не туда, куда нужно. Поэтому либо будьте предельно внимательны, потому что вы это знаете, обратите, пожалуйста, какое здесь большое количество наименований и кодов КБК, либо, может быть, даже не прийдетесь, ездите в налоговую, уточните. Так, кадастровый номер у меня спрятан в моем земельном участке, в нашем земельном участке. Вставляю кадастровая стоимость, она 5 миллионов с половиной, ставка налога 1,5. Ну, если бы применялась льгота, да, нажали бы на эту гиперссылочку, выбрали бы как раз ту самую льготу, которая у вас есть. Ебусо-беземельный участок у вас находился в долевой совместной собственности. А поле Аката, опять-таки, да, вот тут, смотрите, момент такой. Поле Аката здесь отсутствует, ну, потому что вроде как по умолчанию у меня легкий пример, да, значит, Аката мы возьмем с вами, наши регистрации, регистрации нашей фирмы. Но обратите, пожалуйста, внимание, вот мы, если уж проговорили про Аката, главная организация, конечно, Аката будет того, той федеральной налоговой службы, к которой этот земельный участок будет по территории относиться. То есть вы в вашей организации в обязательном порядке создадите регистрацию налоговых органов. Нет, почему? Он есть. Просто я, нет-нет-нет, есть и здесь. Смотрите, там нету, а вот здесь вот мы можем, если вдруг у нас не по нашему адресу, да, в котором зарегистрирована организация, значит, мы создаем еще с вами одну регистрацию. Вот вы здесь указываете КПП, Федеральная налоговая служба, где ваш земельный участок на учете стоит, и указываете как раз, ну, Аката это устаревший, да, код Аката МО, налогового органа, то есть после того, как Аката у нас с вами утратил, да, этот классификатор свою силу, мы перешли на справочник территориальных, муниципальных образований. Поэтому вы здесь укажете и уже будете, конечно же, следить за вот этим вот Аката, да. И если у вас уже регистрация будет, ну, вот я сейчас попробую, да, давайте, что я здесь, я сейчас тут запишу, пока закрою. Ну, представим, да, что мы где-то, может быть, с вами. Так, тут у меня, сейчас коллеги, регистрацию запишу, закрою, организацию открою. Так, регистрация в налоговых органах создать, ну, пусть там, я не знаю, будет какая-нибудь Московская область, 50, пусть будет 51, там, опять-таки, тоже, да, не готова сейчас написать вот эту вот разрядность, которая последняя цифра, но здесь тоже есть как раз свои коды, ну, пусть это будет дата постановки, там у нас с вами 01, 03, не снято еще с учета, краткое наименование, ФНС, не знаю, какая, напишу 51, хотя там у них в Москве немножечко все не так, да, и, ну, какой-то мне нужно тут придумать, АКТ, да, АКТМО, который вроде как, как будто есть. Все, могу реквизиты, да, указать по, соответственно, нести. Все, внесла. Так, ну, и возвращаясь, регистрацию земельных участков, то есть посмотрите, пожалуйста, постановку на учет, вы уже будете выбирать с другим кодом по АКТМО, то есть если у нас уже, да, вот есть как бы несколько регистраций, вы вот выбираете ту самую регистрацию, допустим, вот, которую я сейчас подтянула, вот и все, то есть вот так вот мы будем с вами поступать, но я вот, то есть, Владимир, вы, вот это вот все как раз можно опять-таки и, может быть, да, сейчас наберу ресурсы, это 1С, всегда здесь можно какую-то более подробную информацию посмотреть, там может быть, да, регистрация земельного участка, ну, там как бы это сейчас все у нас регистрируется автоматически, да, то есть посмотрите, так, я выберу по месту нахождения организации, записываю, закрываю, просто у меня выбора не было, только потому что нигде я больше как по месту учета не была зарегистрирована. Так, мы с вами зарегистрировали земельный участок, сейчас я немножечко отвлеклась, все, да, здесь мы с вами потом, да, попозже зайдем, посмотрим, как программа умеет понимать, что 15-го числа мы владеем земельным участком, из регистрации выхожу, перехожу по гиперссылочке уплата авансовых платежей, посмотрите, пожалуйста, вот он этот флажочек, да, либо мы не уплачиваем авансовые платежи, либо мы уплачиваем, вот в 22-м году мы с вами уплачиваем авансовые платежи, закрываю, иду в способы отражения расходов. Программа 1С устроена таким образом, что, расскажу Владимир про ЭТС-1С чуточку попозже, программа 1С устроена таким образом, что ее любимый затратный счет 26-й, да, то есть если ничего не настраивать, все будет на 26-м, вот, наверное, да, не люблю никогда править именно вот эти вот типовые настройки, люблю создавать что-то индивидуальное, непосредственно связанное с моим учетом, да, вдруг у меня будет потом еще земля, которая на 26-м счете будет по земельному налогу и те исчисления. С учетом того, да, что мы с вами там 19.03 поставили на учет участок, наверное, сельсообразно просто с начала года указать, что действует этот способ отражения, для какого, могу для всех, да, сейчас выбрать, что там все основные средства, вернее, все земельные участки у меня используются в производстве, и сразу там указать, я могу прям для конкретного, то есть получил земельный участок и, соответственно, отражаю для конкретно взятого земельного участка, потому что возможно, да, вот что такое номенклатурная группа, я думаю, что более понятно будет, что это виды деятельности, которые мы с вами ведем. Вот, допустим, производство абразивных участков, изделие осуществляется там на, в помещении, которое стоит на этом земельном участке. Кстати, о затрат, есть вот такой предопределенный элемент, имущественные налоги, а продукция вся по ней будет распределяться, то есть приобрету еще один земельный участок, могу либо точно такую же запись зарегистрировать, но уже для другого земельного участка, либо, там, может быть, скажу все то же самое, но вот вид деятельности будет не этот, а другой. Так, коллеги, вопрос в чате, что такое ТС-1С? Это наш помощник. Когда мы с вами покупаем программный продукт 1С, мы знаем, что его нужно обновлять, и когда мы его обновляем, мы, наверное, понимаем, да, что вот здесь, да, посмотрю инструкции по учету в программах, обзор изменений в программах, информация об обновлениях, здесь есть различные решения. Вот самое популярное на первом месте бухгалтерия 8. То есть если, например, смотреть там, начиная с последних релизов, то вот как раз что у нас поменялось, поменялись механизмы по начислению резервов предстоящей отпуска, ну, что-то тут, да, какие-то изменения в заявлениях ФСС на возмещение расходов. Сайт ИТС рассказывает обо всех изменениях в программных продуктах, которые есть. Помимо всего этого, есть еще замечательные, там, поисковики, там, я набирала регистрации земельных участков, здесь я могу найти, может быть, да, приобретение земельного участка, может быть, да, там с государственной пошлиной, без государственной пошлины, видимо, ошибочку какую-то сделала. И, ну, может быть, да, вот прямо здесь еще одно по нашему, именно по теме приобретения. Так, ну, вот единственное, меня не пускают, да, может быть, и хорошо, а то бы сказать, забыла, ресурс у нас с вами условно-бесплатный, да, условно-бесплатный для кого? Для того, у кого есть лицензионная программа 1С, значит, вы можете получить у ваших инженеров, у тех, кто сопровождает ваш программный продукт, пароль, логин, и, коли они вам это обновляют, значит, они вам должны предоставить. Но помимо всего этого, если я вот зайду на главную страничку, здесь есть также, смотрите, написано сейчас в открытом доступе, вот все, что связано с мобилизацией, но помимо того, как это отражается в программе, еще, конечно же, и большой пласт нормативных документов, да, почему это так отражается в программе. Вот все, что вы хотите сделать в 1С, а вы не знаете, как это сделать, нужно пробовать искать на ИТС. Любая ваша практика имеет накопительный эффект, и если вы сейчас ничего не нашли, и у вас ничего не получилось, то это совсем не значит, что вы во второй, в третий, в четвертый раз будете точно так же разочарованы. Так, коллеги, я, пожалуй, да, вот регистрацию земельных участков сейчас звездочку отправлю, а то далеко ходить, потому что мы сюда с вами перейдем. Значит, в общем-то, мы с вами все действия сделали. Я просто хочу, опять-таки, обратиться сейчас уже к закрытию месяца. То есть, коль уж мы с вами установили исчислять авансовые платежи, значит, в марте месяце, посмотрите, да, это операция расчет земельного налога, в частности, авансового платежа за первый квартал у нас с вами добавлена в те регламентные операции, которые программа будет делать. Выполняю закрытие, но, видимо, думаю, что мы сейчас здесь ничего не увидим. Не увидим по причине отражения регистрации земельного участка 19-го числа. То есть, 15-е число – это не то число, которое программа хотела бы видеть для того, чтобы начислить сейчас земельный налог. Так, значит, смотрю, расчет земельного налога, показать проводки. Проводок нет никаких, да, опять-таки, здесь есть такая, ну, и в справках расчет, да, есть у нас с вами расчет земельного налога, но удобнее, правда, да, расчет земельного налога. Я просто всегда по операциям кликаю, диаграммка – это та же самая справка расчет. Ну, по всей видимости, тоже у нас с вами пусто. Давайте будем в звездочке искать то, что мы хотели быстро найти. Я просто вхожу, да, вношу изменения, что нет, мы 15-го, оказывается, получили документы, сделана запись в Росреестре, что этим земельным участком владеет общество с ограниченной ответственностью «Орион». И, ну, наверное, буду отменять закрытие и выполнять его снова. Так, пока программа думает. Коллеги, пока программа думает. Вот у нас была серия мастер-классов по имущественным налогам. Мы начисляли налог на имущество, торговый сбор, транспортный налог. Вот, если вдруг, да, интерес есть, то прошу найти мой электронный адрес у вас в личном кабинете. Напишите мне письмо, я вам скину все ссылочки на предыдущие мастер-классы. Потому что все, кто на этих мастер-классах был, имеет запись в личном кабинете. А вам уже, ну, раньше на одном, да, специалист ТВ размещали эти материалы. Сейчас, к сожалению, нет. Коллеги, я снова кликаю на расчет земельного налога. Прошу показать проводки. Вот мы видим, да, что налог начислен, 20-й счет, как мы и хотели, 6806. Это как раз земельный налог в программном продукте 1С, 6875. Является затратами в бухгалтерском учете, является расходами в налоговом учете. Перехожу на регистр сведений расчет земельного налога. То есть все, что было заложено нами при, заложено было нами при регистрации, здесь учтено. Но, наверное, да, такой вот тут очень длиннющий документ. Я вот как раз сейчас на слайде вам покажу, каким образом у нас с вами был рассчитан налог за первый квартал. Владимир, вопрос ваш увидела чуть-чуть попозже. Так, 5 миллионов 500 – это наша с вами кадастровая стоимость на 1 января 2022 года. Ставка налога 1,5%. Получили налог за год. Мы сейчас с вами платим только за квартал. Как посчитать налог за квартал? Нужно полученный годовой налог разделить на 4. Получили налог за квартал. Но посмотрите, пожалуйста, у нас количество месяцев владения 1, только март. Значит, это будет 1 третья вот этой вот суммы. И получается 20 625 умножить на коэффициент владения. Только март месяц, среди январь, февраль, март, да, из трех. Это за квартал с учетом коэффициента владения. Вот, пожалуйста, мы с вами видим этот начисленный налог, да, который у нас с вами 6 875. Ну, давайте представим, что сейчас у нас с вами наступило... Сейчас залезу я в персональные настройки. Пусть у нас с вами сегодня наступило последнее число апреля, да, который у нас с вами не рабочий день был. Значит, мы в мае заплатим. Вот 5 числа, по-моему, мы все вышли. Ну, можно, конечно, и пораньше заплатить. Вот будем сейчас уплачивать налог. Может быть, предварительно сделаю оборотно-сальдовую ведомость за... Ну, пусть будет за год по счету 6806, да, земельный налог. И, может быть, здесь выберу периодичность по кварталам. Соответственно, за первый квартал у нас начисленный с вами налог. Осталось его заплатить. То есть захожу в платежное поручение. Именно там предусмотрен механизм формирования платежных поручений, оплатить начисленные налоги и взносы по, опять-таки, тем счетам, на которых есть сальдо конечное. Опять-таки, да, программа всегда предупреждает, что не все налоги, не все взносы мы так с вами оплачиваем. Вот, тем не менее, меня сейчас интересует только земельный налог. Вот он, он, земельный налог. Создаю платежное поручение. Выгрузила его в банк. В банке оно прошло по выписке за 5 мая. Отражаю списание. Так, в оборотной сальдовой ведомости вижу, что налог уплачен. Коллеги, сейчас очень быстро буду делать закрытие месяца за апрель, май, июнь. Параллельно, да, пока это все происходит, я покажу вам, что программа сделает нам за второй квартал. Ну, за второй квартал она будет по такому же принципу, кадастровой стоимостью, нажать на ставку налога, получать налог за год, а платить мы будем с вами 1 четвертую. 1 четвертую, потому что платим налог за квартал. То есть 3 месяца из 3 владели, значит, целиком будет вот такая вот сумма начислена. То же самое произойдет в третьем квартале. А вот по коду ситуация будет такая. Мы посчитаем с вами налог за год, но налог за год нужно будет посчитать с учетом коэффициента владения. То есть если мы с вами январь-февраль отбросили, значит, у нас осталось 10 месяцев из 12, и получили годовой налог. Именно такую сумму мы должны с вами увидеть в обороте по 6806 за год, но будем уже налог, который платим за четвертый квартал по итогам года, рассчитывать как сумму полученного налога за год с учетом коэффициента владения за вычетом авансовых платежей, которые были начислены, ну, не знаю, уплачены, не уплачены. В любом случае 2625 у нас с вами будет начислено по итогам года. Так, значит, Владимир, вы, наверное, спрашиваете про единый налоговый платеж, да? Скажите, нужно подавать уведомление при уплате налога в феврале 2023 года за 2022 год. Владимир, не могу вам прям сразу сейчас ответить, да? Знаю только, что сейчас это все у нас идет в порядке эксперимента, да? Были уже мастер-классы тоже, вебинары у программ, у 1С, да? Вот где-то здесь в 1С вектории попробуйте, поищите. Но, наверное, да, давайте вот я ваш вопрос возьму на вооружение. И пока, да, программа у меня формирует июнь. Так, я попробую открыть наш личный кабинет. Да, смотрите, вот в личном кабинете, как раз попозже, чуть-чуть на слайдах я покажу, что есть информация о том, как связаться с нашим учебным комплексом, если появляется такой интерес. Есть вот здесь по гиперссылочке, перейдете, слайды я выложила. Ну и, наверное, вот сюда давайте я вот этот ваш вопрос и, может быть, размещу для того, чтобы точно не забыть, так, чтобы не забыть, где-нибудь, да, вот написать сообщение, да, чтобы обязательно ответить на ваш вопрос. Вот так, пока он в виде вопроса, это сообщение. Так, к июлю переходить не буду, захожу сейчас в расчет земельного налога. Ну, может быть, да, мы с вами смотрели показать проводки, смотрели регистр. Прямо сейчас зайду в справку расчет. То есть здесь точно так же все у нас указано, да, указана дата регистрации, указана кадастровая стоимость, указана ставка. Мы владели три месяца из трех, вот, пожалуйста, исчислен авансовый платеж. Если мы с вами, может быть, да, в оборотно-сальдовую ведомость перейдем, как раз, да, начисленный налог и в платежных поручениях, если мы с вами уж шагнем там в июль, 1 августа, да, у нас с вами будет. Вот он, этот наш земельный налог появился. Создаю платежное поручение, но только 1 августа, да, провожу, создаю на основании списание с расчетного счета. Вот в таком виде идеальный учет, да, у нас с вами будет организован. То есть если то, что мы начислили, заплатили, и, соответственно, имеем сейчас сальдо конечное нулевое. Уважаемые коллеги, по мастер-классу все. Жду ваши вопросы в чате, пока я все-таки еще немножечко хочу рассказать вам про наш учебный центр. У нас большая линейка курсов. Есть теоретические курсы, есть курсы практические с использованием программного продукта 1С, есть курсы отдельно по зарплате, есть другие прикладные решения, не только торговый склад, документы оборот. Хотелось бы пригласить вас, хотя очень многие уже были, на курс по подготовке отчетности, что мы на этом курсе делаем. В частности, да, постепенно, очень аккуратно. Вот, Анна Сергеевна, наверное, мы с вами встретимся на этом курсе. Я уже видела, что вы на него записаны. Ну, может быть, просто не так скоро, как я здесь объявлю. Там посмотрите потом в расписание, но мы на этом курсе формируем отчеты во все контролирующие органы. В фонд социального страхования, в пенсионный фонд формируем зарплатную отчетность, расчет по страховым взносам 6 НДФЛ, федеральную налоговую службу, а в пенсионный фонд мы стажевые отчеты отправляем, в том числе по электронным трудовым книжкам. Разбираемся, как правильно формировать декларацию по НДС, декларацию по налогу на прибыль. Вот как раз, да, имущественные налоги в виде мастер-классов я предоставляю всем нашим слушателям, скажем так, факультативно, для самостоятельного обучения. Потом формируем бухгалтерскую отчетность, отчетность, Государственный комитет статистики. Коллеги, на все вопросы в чате я обязательно отвечу. На этом курсе мы работаем в двух информационных базах, в бухгалтерии, в зарплате управления персоналом. В зарплате управления персоналом считаем только зарплату, выгружаем ее в бухгалтерии, синхронизируем. У всех будет под рукой учебное пособие, достаточно подробнейшее. Вы научитесь видеть все цифры, которые нужно платить в бюджет, видеть все цифры, которые у вас попадают в отчетность, понимать, да, откуда эти цифры у вас появляются. В материалах дается перечень отчетных форм, нормативные документы, которыми мы с вами должны пользоваться. Ближайшие даты курсов – это 21-е, 11-е, 19-е, 12-е. Занимаемся в учебном комплексе недалеко от метро Белорусская или Савеловская, кому как ближе, сейчас покажу. И в будни по вечерам. С полным расписанием, опять-таки, можете ознакомиться, перейдя по гиперссылочке. Преимущества наших комплексных программ, я думаю, многие уже оценили. Можете не только один курс выбрать, но и несколько там последовательных. Администратор, менеджер вас грамотно консультирует. Есть у нас дипломные программы, то есть по результатам определенного набора курса в 250 часов получаете диплом о профессиональной переподготовке. Можно выбрать диплом с расчетом заработной платы, можно без расчета заработной платы. Коллеги, различные формы обучения можете выбрать. Ну и вот сейчас буду уже скоро отвечать на вопросы. На страничке нашего мастер-класса есть от меня сообщение. Вы можете прям по материалу мастер-класса перейти. Там уже очень скоро будет ответ на вопрос Владимира. Ну и если вдруг есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте. А я вот уже добралась. Вопросы есть. Добралась до чата. Так, значит, в Одинесс появилась функциональность по единому налоговому платежу. Уведомления новые платежи. Да, появилось. Появилось, появилось. На каких курсах учатся учащиеся? У учащихся есть доступ в Одинесс. Сейчас, коллеги, но я вот сейчас тогда вернусь с вашего позволения к слайду, на котором у меня как раз набор наших курсов про Одинесс. Значит, смотрите. Вот линеечка курсов по Одинесс. Те, кто совсем не знает Одинесс, да, рекомендую посетить уровень первый. А после этого уже определиться, нужен ли вам более углубленное, да, изучение уровень второй, там, валютная операция. Вопрос, вопрос очень простой. Вот когда вы учитесь, у всех есть доступ в Одинесс какой-то или нет? Есть. Вот в этом вопросе. Или все просто сидят и смотрят на экран, как вы это делаете? Нет, у всех доступ в Одинесс мы работаем синхронно в одном, так скажем, темпе, режиме. Да, и опять-таки разбираем, как попробовать задание сделать дома. А вот если, понятно, а вот если кто-то удаленно подключается, как получить доступ к Одинессу, вот, если так по-простому? Это как делается? Технически. На курсы, инженер, слушатели, которые выбрали форму обучения удаленно, там он у нас называется обучение. То есть если по-простому, то есть если по-простому, то есть если по-простому, это просто получить доступ к экрану, к компьютеру, который у вас стоит в классе. Например, представляете удаленные доступа, потому что наша лицензионная программа, она вообще работает только по лицензии. Вы подключаете и совершенно спокойно, точно так же работаете. Единственное, что хотелось бы, чтобы у вас было либо два устройства, на одном вы смотрите, на втором работаете, или просто большой монитор для того, чтобы было куда поместить окошко вебинара, где преподаватель показывает, куда, как, что настроить, нажать и так далее. Да, понятно. Я просто подумал, что вдруг у вас есть какие-то учебные лицензии, которые, грубо говоря, можно установить и потом снять. Вот, собственно, и все. Ну, теперь вы сказали, что да, это только через окно, либо лично приходить к вам. Все понятно? Ясно. Так, уважаемые коллеги, ну вот я так чат просмотрела, больше там ничего не нашла. Какое сообщение вдруг я просмотрела и не увидела? Ну, наверное, все тоже про уведомления, потому что уведомления у нас только с 23-го года, поэтому просто непонятно, за 22-й год надо его подавать в феврале или нет. Вот, собственно, в этом вопрос. Смотрите, за 22-й год, вот давайте так скажу, как знаю, в виде эксперимента это стало доступно с 1-го июля 2022-го года. Если вы в этот эксперимент попали, значит, вы попали, а если вы не попали, уже все идет в период, то есть все уже, значит, теперь с 23-го года. 22-й год, значит, вы самостоятельно рассчитываете? Да нет, это все понятно, что рассчитываете. Там вопрос просто уведомления, надо подавать за 22-й год или нет. У нас теперь платежка, а платежка будет пустой, там везде будут стоять нули. И вот эти все данные из платежки переходят вот в это уведомление. И вопрос непонятный по 22-му году. То есть формально вроде у нас типа надо, а вроде не надо. То есть непонятно. С 23-го вроде все надо, но это вроде 22-й год, поэтому четко это естественно не описано нигде в законодательстве. В эксперименте тоже, который, как вы правильно сказали, начался с июля, но дальше непонятно, что с ним произойдет с этим экспериментом. Вот он вылился в эти поправки, которые, как всегда, четко не описаны. И вот непонятно, даже если эта функциональность появилась в Агенетс, то ее надо использовать-то или нет? Владимир, давайте договоримся. Давайте за мастер-классами. Я думаю, что в нашем учебном комплексе обязательно пройдет вопрос, пройдет мастер-класс в ближайшее время. Да, было бы здорово, спасибо. Извините, это я так, на всякий случай вдруг есть какая-то информация. Спасибо. Все хорошо. Так, коллеги, прощаюсь с вами. Запись выключаю. Спасибо огромное, было очень интересно. Спасибо.